54,3 тонны вредных веществ были выброшены в прошлом году в атмосферный воздух. 50% из этого объема составляет выбросы компании КПО «БиВи», «Жайк Мунай» и управления магистральными газопроводами «Урал» компании «Интергаз Центральная Азия» и других. Сегодня на совещании в Акимате области был дан подробный отчет о работе Департамента экологии области за 2019 год. Сбросы загрязняющих веществ со сточными водами в прошлом году по области составили 46 тысяч тонн или 5,6% от общего объема сброса по республике. Из них 86% от деятельности компании КПО «БиВи». Остальные от предприятий коммунального сектора «Батасуарнаса», «Жайк Теплоэнерго» и других. Специалистами испытательной лаборатории Департамента, согласно утвержденному графику, проводится мониторинг больших рек ежемесячно, малых рек два раза в год, то есть в паводковые умеженные периоды. За 2019 год специалистами Департамента отобрано 326 проб, по которым выполнено 14 331 определений. Анализ концентрации загрязняющих веществ по шести компонентам в воде реках Урал, Чеган и Деркул показывает, что отобранная вода второго класса. Качество нормативно чистое. По словам представителей КПО «БиВи», Министерство экологии и геологии согласовало закачку как наиболее приемлемый метод утилизации источных вод. То, чтобы очистить высокие концентрации хлоридов, от которых Юрбал Бесенович отметил в своем докладе, на самом деле это нужно построить целый огромный химический комплекс, который будет различными методами от электролиза до выпаривания это все строить. Но опять-таки здесь надо будет оценить тот вред, которым мы нанесем, решая один вопрос, создавая другую экологическую, в общем-то, проблему. В целом по области на сегодня накоплено 6,4 миллионов тонн отходов потребления. В 2019 году введен в эксплуатацию мусоросортировочный комплекс, что позволит увеличить долю переработки ТБО в 2020 году до 10%. Однако на комплексе не хватает рабочих рук. На работу сегодня 60 человек нужно. Мы просили в Министерство, чтобы дали добро нам привозить с соседних стран Суфикистана на работу. Людей в Западной Казахстанской области, так же, как и в Атталу, есть такая проблема, что местное население не идет работать за такую зарплату. Вам тариф увеличили, надо стимулировать местное население создавать условия такие, чтобы им было интересно. Не всегда же вопрос только в деньгах. Бытовые условия, подвоз. Среди основных проблем экологии докладчик отметил неэффективное использование отходов. На сегодня обезвреживанием и утилизацией отходов в области занимаются около 10 компаний. Многие из них не имеют собственных и оборудованных полигонов. В результате отходы просто-напросто размещались в окружающую среду. Таких фактов, к сожалению, мы уже имеем. К примеру, акционерное общество «Казбургаз» в свое время передавало отходы бурения компаниям «Грейнахсай» и «Интерметурал» от Росской области. Также аналогичной ситуацией была и с компанией «Уралуэлэндгаз», которая передавала отходы «То Батставигат». В результате незаконного размещения отходов в окружающей среде нанесен ущерб почти на полмиллиард тенге. И четыре должностные и ответственные лица компании «Грейнахсай» и «Батставигат» и «Экоплюс» привлечены к уголовной ответственности. На сегодня основные отходы производства – это буровой шлам, буровые растворы, нефтешлам, замазученный грунт, который образуется при бурении нефтяных скважин. Всем потом требованиям выставляйте, чтобы утилизацию здесь на месте обеспечивали. Никто не проверяет, я так думаю, что куда она уходит. Батрау, Караганду, доходит, не доходит, или по дороге, может, где-то остается. С этого года, чтобы все компании, которые занимаются утилизацией нефтеотходов, доказали, что невыгодно здесь перерабатывать, а выгодно возить на другой конец страны. Посмотрим, как докажут. По результатам космического исследования территории области были обнаружены порядка 400 стихийных незаконных свалок в конце прошлого года только на территории города Уральск, Теректинского района и района Байтирек. В ходе совещания выступили представители компаний-недропользователей, которые рассказали, какая работа ведется по защите окружающей среды. Данными поделились и предприятия коммунального сектора. Несмотря на все озвученные проблемы, наша область на фоне республики занимает первое место по уровню загрязнения окружающей среды. А для обводнения засушливых районов необходимо строительство насосных станций, сообщил руководитель управления природных ресурсов Ренат Шауенов. Чтобы эту проблему решить, нам надо насосные станции ставить на реке Жаид. И если будет опять проблема с водой, мы должны механически ее поднимать. Но в мае, если вы закончите, вы в этом году начнете строить? Все зависит от финансирования. Там довольно-таки большие бизнесы, мы слышали, здесь полуфемиар. Надо изыскать средства и в этом году начать. И, конечно, оптимизировать проект, что значит большие суммы. Смотрите, может быть, поэтапно надо сделать как-то. В этом году мы должны на себя строительство этих насосных станций. В завершении Акимобласти поручил провести в текущем году форум экологов, где обсудить с экспертами имеющиеся проблемы. Вопросы с полигонами можно попробовать решить через государственно-частное партнерство. Кроме того, поручено в этом году начать рекультивацию полигона ТБО и организовать детальную проверку крупных нефтегазовых компаний на предмет утилизации отходов.